Мы очень давно хотели поговорить про то, что наши друзья, родственники и братья с той стороны границы называют Helicopter, он же вертолет. В этом формате мы поговорим про фирму того парня, который слово вертолет вообще придумал, я имею в виду конструктора Камова. То есть, это был не мерзкий, а наш Камов? Слово вертолет придумал наш Камов, да. Молодец. Сначала они назывались просто Helicopter, ничего не придумывая. А про вертолеты почему? Потому что про самолеты мы говорили, про корабли говорили, про подводные лодки вообще говорили. Ну, а как же без вертолетов-то, это непорядок. Я страшно люблю вертолеты и очень хотел поговорить. Вот. А вы знаете. А я как раз еще третьего дня освежил перевод художественного фильма ТЭТ, известного у нас как третий лишний. А, да. Который начинается со слов нет ничего на свете сильнее, чем желание маленького мальчика. Конечно, не считая вертолета АПАЧ. Говорили, что острые шутки не пройдут. Нормально все с острыми шутками. Да. АПАЧ AH-64 нескольких модификаций. В частности, модификация Longbow AH-64D. Вот почему бы о нем и не поговорить. В АПАЧе два человека рулят. Один рулит вооружением. Другой самим винтокрылом. Вот интересная машина. Интересное воплощение. Он, кстати, не просто же так назван АПАЧ, поскольку АПАЧ держали сопротивление очень долго, в том числе при участии нашего любимца, вождя Джеронима, который там кровопускание производил налево-направо, звучит конечно странно. Это примерно как у нас бы МИ-24 взяли бы и назвали Чичен, например. Там скорее монгол или крымский татар, что-нибудь такое. Да, кстати, на презентации этого самого АПАЧа в 1983 году как раз вызвали настоящего АПАЧи, и он там на лошади с ружьем скакал вокруг вертолета. Выглядело чудовищно цинично. Я, кстати, про АПАЧ знаю два фильма. Один хороший, очень старый и очень дешевый, а другой более-менее новый и совсем плохой. Второй это Огненные птицы с Николаем Клеткиным, с Николасом Кейджем и Томми Ли Джонсом в главной роли. Фильм полная дрянь, на мой взгляд, очень такая слабая адаптация Топ Гана с Томом Кукурузом. А первый, как ты понимаешь, это же Блю Тандер 1983 года. Есть художественный фильм про Джеронимо, я забыл, как называется. Может быть, даже Джеронимо в главной роли точно могу сказать. Там знатный индейец Уэс Стади, который ты последнего из Магикан смотрел. Да. Который там Магуа кровавой рукой. Да. Иди сюда. Вот он там Джеронимо изображает. Надо, кстати, посмотреть. Я его почему-то не видел. Да, кстати. Так, так. Ну, давай обратно к вертолету. Да, да, да. К вертолету. Апачи – это очень такая машина знаковая. Специально говорю про нее, значит, фильм сняли «Голубой гром». Кстати, в роли Апачи там снимался не Апачи, а французская «Газель», которой приделали кабину, похожую на Апачи. Вот всего лишь. Вот. Но имелся в виду, судя по всему, именно он, потому что 1983 год, нужно было срочно рекламировать и для публики, и для военных, и для сенатской комиссии. Они что же там кино смотрят? Новая модель вертолета, которая очень долго с мучениями, как это принято у американцев, разрабатывалась аж с 1972 года. То есть, 11 лет на момент 1983-го. Называлась программа «AAH» – Advanced Attack Helicopter. Причем программа-то была давняя, потому что ударное вину, атака, хеликопта, надо кому-нибудь переводить, как переводится? Нет? По-моему, все и так понятно. Конечно. То есть, штурмовик. А то будет атакующий геликоптер вместо ударного вертолета. Вот. Ударный вертолет. Их с большим успехом применяли во время Вьетнамской войны. Вьетнамской войны – это известный «Атака Helicopter First», то есть «Кобра». Такой у нее был индекс. Вот. Но он был дохлый. Эта «Кобра» была дохлая фирмы «Белл». Ну, понятно. Это была первая проба пера, никаких претензий. И воевал он хорошо. И противникам было страшно. Только всем было совершенно четко, четко ясно, что вьетнамские партизаны – это люди, которые плохо оснащены системами РЛС, зенитными ракетами и вот этим вот всем. То есть, летать над лесом это изделие фирмы «Белл» хорошо могло и там стрелять по всему, в чему движется. А если вдруг, не дай бог, на той стороне окажутся не вьетнамские партизаны, а советские солдаты, против которых это все, конечно же, разрабатывалось, то у всех этих «Кобр» жизни будет минуты полторы. А вещь нужнейшая. Почему? Потому, что вся аэромобильная мощь Соединенных Штатов, она с Корейской войны строится вокруг вертолетов. То есть, вертолет, который несет десант, он должен, видимо, сопровождаться вертолетом, который десант не несет, но несет много вооружения. Просто почему у них скорость более-менее одинаковая? Потому, что самолет-то прилетит и улетит. Еще должен быть санитарный вертолет, который быстро вывозит трупы. Очень важно. Но мы про это потом поговорим. В общем, разрабатывалась такая программа «Шайен». И сразу забегая вперед, нужно сказать, что «Шайена» закрыли. Потому, что он перерасходовал свой бюджет в столько раз, что решили, что дешевле его просто не выпускать. Мы же знаем, что американские корпорации, в первую очередь, военные, прекрасно умеют дать родной бюджет так, что мало кто умеет вообще в мире так делать. Наверное, только космический бюджет дают лучше, чем военный. Но это в сторону. Да, кстати, что интересно, «Кобра» до сих пор летает. Ее сооружение так до конца. Они с ней списали. Так вот, в 1972 году взялись за новый «Гвинтокрыл». И объявили, как водится, в демократических странах тендер. В этот самый тендер включились все звезды. Во-первых, конечно, это «Белл», у которого уже был удачный опыт рабочей машины. Естественно, это «Сикорский», это «Боинг Виртол», это «Хьюз». И даже самолетный «Локхин» включился во все это дело. И, естественно, «Белл» думал, что все уже в порядке. Почему? Потому что «Кобра» у них уже летает, все здорово. И они выкатили вот эту «Кобру», только улучшенную. А «Хьюз» поступил подло. Он взял ее и сконструировал новую машину, которая не имела в принципе ранее никаких привязок. Ну, кроме двух винтов. Все. И «Белл» проиграла эту самую тендерную схватку, а «Хьюз» наоборот выиграл. И «Хьюз» получил, собственно, тендер на разработку. И там, конечно, все прекрасно в этой разработке. И самое мое любимое, вот мое самое любимое – это как увеличивалась стоимость вертолета. Потому что сначала планировалось, что их купят аж там 600 с лишним штук. А потом вдруг выяснилось, что купят только 450. А в итоге купили 320. И стоимость одного серийного образца выросла с полутора миллионов долларов до шестнадцати миллионов долларов. А теперь их покупают по шестьдесят одному миллиону долларов. Какое хорошее изделие. Вот. То есть там все прекрасно во всем в этом деле. Ух. 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 Ух.